всем привет на связи федор васильев и в этом видео я хочу показать некоторые решения проблем с которыми вы можете столкнуться при создании сайта на компоненте gridbox версии 227 с которыми я столкнулся совсем недавно и в этом уроке я расскажу и покажу два фикса решения проблем то есть первая проблема на платформе ios в тексте у вас цифры могут подсвечиваться другим цветом вот пример и это правится достаточно просто я подготовил специальный документ с заготовленным кодом что вы делаете вы в режиме редактирования на странице gridbox проходите сайт и основные настройки вот в код документ со всеми фиксами я приложу под этим видео ссылочку то есть просто проставляете данную конструкцию нажимаете здесь галочку и нажимаете сохранить и этот дефект пропадет следующий фикс который я хочу показать для меня был очень важен я впервые вообще столкнулся с такой ситуации смотрите что происходит когда мы начинаем редактировать мобильную версию нашего сайта на gridbox например планшет портрет и если у нас ситуация когда мы выставляем в две колонки наш контент вот как сейчас вы видите то меня ниже по каким-то причинам одна колонка уезжает что здесь происходит я у каждой секции вот здесь вот в настройках на вкладке макет выставляю ширину колонки 6 то есть 12 колоночной версткой делим пополам чтобы отображался по две колонки да то есть вот здесь я ставлю 6 также в следующей колонке я ставлю 6 на макете то есть если я начну вот этого двигать да вы это уже знаете то у нас видите как получается занимает всю колонку вот этот элемент иконка с текстом соответственно я здесь делаю 6 у этого элемента смотрите я вам покажу тоже 6 у этого тоже 6 но почему-то он съезжает достаточно сильно вниз да давайте я вам продемонстрирую тоже 6 это вызвано различными отступами которые я задавал в той и другой секции вот такой дефект и это правится небольшим кусочком кода код также будет находиться здесь вот он смещение секции целиком и весь код копируем идем инструменты и редактор кода если у вас тут какой-то код в ксс уже есть просто ниже отступите с новой строки проставьте данный код и тут же вы видите колонка подтянулась назад и больше таких проблем на данном сайте вы не увидите вот такие вот полезные фиксы на сегодня если вам интересна эта тема если вы впервые видите этот инструмент grid box и хотите овладеть данным инструментом профессионально чтобы создавать уникальные профессиональные лендинг page страницы то можете ознакомиться с моим пошаговым видео курсом ссылка на презентацию курса в описании также под этим видео на этом здесь все надеюсь я вам помог и увидимся в следующем видео если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего качественного хостинга для вашего лендинга на adobe muse или сайта на джумле неважно то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием хостик сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен главное примечание хостинга тестовый период 30 дней 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно второй очень важный момент возврат денег в течение 45 дней если вас не устроят услуги хостинга готовый кмс три года на рынке молодой хостинг это очень важно онлайн поддержка на высоте перейдя на хостик вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник это онлайн чат круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью лояльные цены мощные сервера если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге но он вам не нравится служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним у них есть замечательная акция три месяца бесплатного хостинга ознакомиться с данной акции вы сможете перейдя на этот хостинг при оплате за год можно сэкономить до 45 процентов а также для мощных сайтов хостик предоставляет мощные сервера вы меня знаете я вам плохого не посоветую и так если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом ссылочка под этим видео переходите и знакомьтесь видео переходите и подписывайтесь на канал на канал основан над видео а на и Субтитры создавал DimaTorzok